На пресс-конференции отметили, что 2 декабря истек срок своевременной уплаты физическими лицами имущественных налогов. Компания по рассылке сводных налоговых уведомлений 2019 года прошла успешно. Количество объектов, стоящих на учете в налоговых органах Рязанской области, значительно увеличилось в этом году. Так, на 6 тысяч возросло количество земельных участков, на 18 тысяч возросло количество объектов капитального строительства и впервые за несколько лет отмечается рост транспортных средств на 41 тысячу единиц. Суммы исчисленных имущественных налогов также выросли в текущем году примерно на 9% и составили около 2,3 миллиарда рублей. На пресс-конференции также отметили, что несмотря на то, что уже неделю назад наступил срок уплаты имущественных налогов, до сих пор большое количество физических лиц не исполнили свою обязанность по оплате налогов. В первую очередь гражданам-должникам направляется требование об уплате налога с установленным сроком на добровольное погашение имеющейся задолженности как по налогу, так и по сумме начисленных пений. Если после направления требования граждане не оплачивают имеющуюся задолженность по налогам, налоговыми органами инициируется принудительная процедура взыскания за счет имущества должников в судебном порядке. Еще одна мера воздействия на должников – ограничение выезда граждан, имеющих задолженность по налогам за пределы территории Российской Федерации. Если сумма налоговых долгов превышает 30 тысяч рублей, гражданин добровольно ее не внес в бюджет. В 2019 году налоговые органы Рязанской области направили в службу судебных приставов таких ходатайств на сумму задолженности по налогам более 136 миллионов рублей. Мер принудительного исполнения является аресты. За истекший период времени в судебном приставе исполнено наложено 413 арестов на общую сумму более 9 миллионов рублей. Также в налоговой напомнили о совместной информационной акции «Новый год без долгов». В рамках этой акции будет организован выезд мобильных налоговых офисов в крупные торговые центры, организации на предприятия, вокзалы и так далее, где налогоплательщики могут получить информацию об имеющейся задолженности по имущественным налогам, платежные документы для уплаты налога, информацию о порядке исчисления имущественных налогов и действующих на территории Рязанской области ставках и льготах. Получить сведения о задолженности можно и в личном кабинете налогоплательщика. Сейчас уже более 200 тысяч, как было отмечено, Рязанцев подключено к сервису и они абсолютно дистанционно взаимодействуют с налоговой службой. Не только сведения о своей задолженности можно посмотреть в личном кабинете, также пользователю доступна и подробная информация об объектах налогооблагаемого имущества, характеристиках и так далее. Есть возможность отслеживать уплату налогов, соответственно переплаты, если она есть и так далее, подавать декларацию формы 3НДФЛ. То есть функционал он постоянно растет и поэтому мы призываем рязанцев воспользоваться преимуществами нашего официального сервиса. Кроме того, во всех территориальных отделах МФЦ Рязанской области можно получить услугу по информированию физических лиц о задолженности по налогам. Обратившись в МФЦ, любое физическое лицо при предъявлении документа удостоверяющего личность может узнать о своей налоговой задолженности и в случае ее наличия получить квитанцию для погашения этой задолженности. Олеся Котровская, Игорь Глотов, телекомпания «Город».